Наша задача – наработать себе какие-то внутренние ключики, какие-то внутренние переключатели в нужное нам состояние эмоциональное. Вы находитесь в хорошем состоянии, все замечательно, но эмоцию вашу эмоциональный маятник взяли и качнули. Качнули чем? Вероятным страхом. Вот он был, мысленно ударил по маятнику, маятник ушел в сторону. Как мы можем выработать для себя короткий переключатель, который наш маятник здесь поставит на месте, а вот этому страху мы будем, скажем так, спокойно к этому относиться? Мне должно быть все равно успею или нет, получается. Вот я поражаюсь, и умные, и красивые женщины, очень редкие вещи, да, в современном мире, но тем не менее. Вот все понимает. Теперь как ты это будешь делать? Я не знаю. Вот смотри, ты же сформулировала, мне должно быть все равно. Да. Ты можешь сама себе, как только ты начинаешь чувствовать, вот с этой стороны начинающуюся панику и агрессию, что на меня давят, у меня есть ограничения по времени, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Сума себе, что сказать? Фиксим. Молодец. Один из хороших вариантов. Фиксим. Да мне все равно. Ну и не смертельно. Успею. Успею – не важно. Не успею – не важно. Пометь себе, пометь вот эти формулировки. Самые простые формулировки, которые впишутся в твою жизненную систему. То есть, выйдем на то, что действительно это не важно. Ну, 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 так в этом вопрос. Мы же с чем занимаемся? Входом в нужное нам состояние. Состояние нуля. Входом. Равновесный маятник. Он находится здесь. Значит, если нашу эмоцию начинает качать, мы должны суметь за счет саморегуляции вернуть себя в это состояние. Значит, нужно выработать, как минимум, словесную формулировку. Это минимум. Есть тактильные формулировки, включение и так далее, да, но давайте начнем со словесной. То есть, то, что мы можем сами себе объяснить. Фиг с ним. Откуда берется состояние фиг с ним? То есть, пофиг, вот эта вот русская авось, вот это вот. Почему вот все время вот на авось, а оно как-то получается? Ну, и хрен с ним, и ситуация сама собой решается. Вот откуда вот это берется? Может, полное принятие ситуации, вот как будет? Вот, молодец. Видишь, такие умные академические слова, вот это вот принятие ситуации. А по-русски это просто, ну, не успею, не успею, ничего страшного. Откуда берется? Видишь, у нас был страх, а тут появилось ничего страшного. Чем тебе вот эта ситуация реально окружает? Что ты не успеешь? Чем окружает? Ну, я же хочу со всех, я же хочу все успеть, попробовать. Зачем? Чтоб видеть результаты свои. А что тебя страшит? А? Страшить-то что? Ну, не успеешь ты, ну и что страшного? Я не успею видеть тогда свои результаты, вот здесь и счастье. Ну, и что-то оттуда изменится? Ну, что дальше, да? Сильно, сильно что-то изменится? Я не порадуюсь тогда. Угу, и не расстроит. А ради того, чтобы не порадоваться, я себя расстраивал раньше, и поэтому... Ну, то есть, делаю это, да? То есть, выйдя вообще на то, что смешно бояться того, что ты не успеешь реально. Ну, фиг с ним, ничего и реально смертельному не случится.